Здравствуйте, дорогие друзья! Все пренепременно хвастаюсь вам цветением розы Дэвида Остина Jude de Obscure. Ой, очаровательный цветок! Сегодня они меня так радуют. Очень крупные цветки, такие краски. Просто безумно-безумно обожаю я Дэвида Остина и его розы. Вечная ему память. Потрясающие сорта, ароматы, формы. Просто мимо не пройти. Вся семья в восторге. Ну а сейчас продолжение садовых работ. К посадкам. Когда я была в нашем местном питомнике, розы вот такого вот размера стоили 2700, литистые. И алхимистом тоже был. А я, получается, приобрела за... В общем, мне две розы с пересылкой обошлись ну почти 2000. Там было 1900 чем-то плюс 450 рублей пересылка. Из интернет-магазина оптхоз от овчарова розы. Мне вот интересно это прививка или нет. Ну вот, когда я буду сажать розочки, мы посмотрим. А пока пойду я подготовлю им посадочные ямы. засыплю грунтом. Я обычно так не делаю, но у меня там земля очень плотная, а покупной грунт он немножечко ее сделает рыхлой. Не немножечко, а хорошо рыхлой. И заправлю эти ямы. Все будет отлично. Побеги вызревшие. Вы видите, колючки сухие. Все отлично. Эти побеги тоже вызрели. Оптхоз это московская область. Никак фокус не на виду. Не получается. Итак, друзья, вот сюда на угол, где английская решетка, я высажу первую розу алхимиста. Здесь вода не стекает с навеса. Думаю, здесь она красиво будет смотреться. После обеда тут тень. Вот где вы видите деревянные горизонтальные такие полосочки. Их не будет потом. Здесь будет наварена просто сетка такая железная, тоненькая, строительная для пола, для заливки бетона. Ну, вот ее применяют. Я делала арку, применяя ее. Сейчас я заправлю посадочную яму торфом, вернее, как садовой землей, в перемешку со своей родной землей. Щедрую горсть двойного суперфосфата добавлю. Вот он. Это немного, это нормально. Ямка, она побольше, чем обычно я делаю. Корни розы привыкли к такой земле, поэтому, думаю, ей будет здесь комфортно немного золы. Все хорошенечко перемешаю, пролью водой и будем высаживать. Так, вот она роза первая. Сейчас посмотрим корневую. Я тут без вас немножечко покопалась. Это роза не на прививке, это собственные корни розы, она с черенка, видимо, выращенная. Так, давайте копать. Ну, уже видно, что здесь удобрение много пролонгированного действия. Аскот или что это? в общем, там желтые, как обычно, гранулы, белые. Ну, довольно их много, знаете, я скажу. Поэтому я не вижу никаких плотных корней, но видно, что роза росла в этом коме. То есть, это не та роза, которую просто воткнули и все, это оригинальный саженец от овчарова из интернет-магазина Opthos. просто повторюсь, если меня было плохо слышно. То есть, вы видите, что таких прям толстых корней не видно. Обычно такая корневая система у череночков. Сейчас просто распотрошу так, максимально раздвину эти корешочки, чтобы им проще было выйти из этого земляного кома уже в посадочную ямку, потому что зима впереди и если оставить все как есть, корни просто не будут развиваться, а так они пойдут уже в ширину. Так, надо притрамбовать хорошенечко. Корни не порвутся. Их достаточно много там мелких корешочков. Сейчас родную бамбуковую палку временно закреплю. и розу подвяжу. Ну, подвяжу чуть-чуть попозже, а сейчас пока посадка. Пролью хорошенечко. Я добавила от стресса препарат. Я свои препараты в прошлых роликах показывала. Видите, пенится. Это старт. И вот такая садовая земля. Сейчас я ее добавлю, тоже немножко перемешаю со своей землей родной. И позже уже замульчирую после того, как впитается вода. И разбиваю все комочки. Еще раз нужно будет уплотнить, потому что земля сядет, а вы знаете, что воздух в корнях это не есть хорошо. Поэтому нужно после посадки розу, конечно, поливать. Тем более, что сейчас нет дождей, нам только на руку. Ну, в принципе, даже когда дожди идут, ну, толку от них никакого при поливе. если, конечно, эти дожди идут неделю, то да, там уже надо смотреть. Так, я притрамбовала, и смотрите, девичий виноград, все краски осени, какая прелесть. Сейчас пойдем сажать вторую розу. Это будет не двор, это будет совсем другое место. Друзья, вторую розу, литистую, я посажу вот здесь. Да, место неприглядное, но это пока что. Здесь у меня вот в таких жутких условиях растет роза присланной от Полины Козловой Майнтауэр. Здесь хочу просто яркое пятно немножко украсить. Ну, вы понимаете, что вот эти все нагромождения это очень-очень временно. И здесь у меня такая как арка, навес, известерии. А вот эту стеночку я планирую, чтобы она заплела заплелась алхимистом. Я думаю, это будет как украшение. Этот участок у меня за двором. Мы все еще наводим порядки. Там у меня двор, там у меня огород, вот, а тут у меня собака. Тобик, поздоровайся. Ой, старый-старый пес. Ой, старый пес. Старый, но добрый пес. Скажи, я добрый, я добрый, да? тоже все. Так вот, друзья, почему я вырыла вот такую огромную яму? Я бы выкопала и больше, но здесь мне встречается, там какая-то труба, тут вот какая-то огромная железка, ну, какая-то железная труба, или не знаю, что там такое, вот, но я решила дальше не копать, заделаю посадочную яму вот такую, потому что там я уже видела, вот я выкапывала песочек вместе с землей, гравий, но перед этим я вытащила вот это вот, вот это все я оттуда вытащила, поэтому такая яма у меня большая получилась, шифер даже уже гниет, какой-то тут, в общем, всякая дрянь. Так, я сейчас садовую землю, извиняюсь за шум, у нас все-таки подготовка к зиме, вот, садовую землю перемешаю вот с этой вот кучкой земли, заделаю туда двойной суперфосфат и и немножечко золы, ну не немножечко, а вот здесь у меня со стаканчик примерно. Вот так вот, посадка как делается, все вы знаете. Действительно, кстати, роза похожа на штамповую, вот, корни собственные, это не прививка, тут замульчировано опилочками было, бамбуковая палка, поэтому многим показалось, что я взяла штамбы, штамбовые розы. так, друзья, все, я приступаю к посадке. Ну все, лучики, дело сделано. Я высадила розу, я хорошенечко по ней потопталась, поставила еще одно вот такое у меня было бетонное кольцо. Я не знаю, правильно это, неправильно, но я думаю, что на этой клумбе, которая еще не совсем клумба, но это будет клумба, здесь будет красиво, здесь будет все облагораживаться, все постепенно. Вистерия разрастется, будет давать тень, потому что эта сторона у нас очень солнечная, будет притенять, рассеянную тень делать для алхимиста. Алхимист это плетистая роза, повторюсь, она считается однократно цветущей, очень обильной, очень красивой, меняется цвет ее, смотрите, что я нашла. Вот, поэтому я думаю, там место самое-самое подходящее. Друзья, я, собственно, пошла инжир собирать, но тут походу нашла немножко клубники. Вот, но инжира тоже не так много, вот он, разного сорта, отличается. Я хочу на этом с вами попрощаться, но опять же ненадолго, и всего вам всего наилучшего!